Маткульт, привет! Сейчас будет ролик, который называется Тензорное Произведение Абелевых групп Хочу сделать очень важный дисклеймер Дисклеймер Двоеточие В этом ролике я могу нести несусветную чушь и вздор Потому что это результат моих собственных изысканий В смысле, что я сам пытался разобраться в этом вопросе Не заглядывая в учебники История вопроса Если вы возьмете любой труд по теории гомологии Вот как я сейчас изучаю курс у Никиты Калинина Все уже изучаю, изучаю, изучаю Все никак не доизучу Потому что все никак времени не хватает И даже не то, что времени Там грядет контрольная В конце первых двух разделов будет контрольная Я боюсь ее слить И хочу до этого прочитать какие-то еще книги Чтобы понимать хотя бы как задачи решать хоть некоторые Потому что иначе совсем будет позор И все как бы не добираюсь до этого Но этот курс я обязательно добью В конце концов с каким уж результатом там как получится Но суть в том, что там появляются в некотором месте такие стандартные конструкции Комплексы абелевых групп Да, там c3, c2, c1, там до этого еще, ты-ды-ды-ды-ды, потом, значит, нулевой То есть занумерованы они, занумерованы эти абелевые группы номерами целых чисел просто И между комплексами можно установить Вот здесь есть два комплекса Ну это просто абелевые группы и отображение между ними Естественно гомоморфизмы Пока ничего как бы сверхъестественного Все это там следует из обычных курсов алгебры Просто вот такая вот бесконечная серия отображений Называется комплексом Ну в том случае, если дважды взятое отображение Обнуляется То есть, ну тут, конечно, они все, как бы, они одной буковкой обозначены Но, конечно, они все разные, да, то есть этот бьет отсюда сюда, этот отсюда сюда и так далее Ну для простоты одну букву обозначают Ну когда путаница, возможно, лучше обозначать, там, например, тот, который бьет из третьего, называется d3 Тот, который бьет из четвертого, d2 Ну и комплекс Если d на d О, d плюс 1 после d этого Это всегда ноль Если всегда Выполнено это равенство То есть, иными словами, это означает, что отсюда Если элемент отсюда приехал сюда То в следующий раз вот его образ этого элемента Он точно идет в ноль, он умирает За два хода всегда умирает А тогда можно что сделать? Вот в чем суть этих комплексов? Значит, комплексы, они Обычно пишутся, так, для топологических пространств Там будут комплексы неких Неких очень, там, специально так построенных Абелевых групп Там после того, как ты пространство режешь на какие-то куски На треугольнике, например, или там симплексы И берешь такие формальные суммы этих симплексов Ну и вот Взятие границы у симплекса Это как раз такой d Ну, в общем, в гомологической алгебре Всюду возникают такие комплексы И поэтому нужно вначале какие-то формальные свойства этих комплексов изучить Ну и, собственно, гомологиями, да, комплекса Гомологиями и итами Комплекса называются Фактор группа Соответственно, ядра Так, какое здесь живет ядро в итой? Ядро у нас будет итого Деитого То есть те, которые уходят в ноль здесь Вот это, например, h2, да Вот отсюда те, которые уходят в ноль Грубо говоря, вот эти все уходят в ноль Вот оно, ядро А те, которые приходят отсюда Они не могут вне ядра быть Иначе у нас не занулиться последствия на два А последствия на два всегда должны занулиться Поэтому предыдущие всегда уходят внутрь вот этого Внутрь И, соответственно, для алгебовых групп Всегда можно рассмотреть фактор группу То есть берешь вот это по этому По им предыдущего То есть d и плюс первого Ну, это вот, собственно, то, что называется гомологией Формальной совершенно гомологией комплекса И дальше начинается куча всякой теории Язык этот вот Которым пользуются сейчас все математики Значит, такие на Которые занимаются и алкогибриджки геометрии Там и дип-геометрии Все там, как бы, все вот в этом В первом эшелоне Все идет на этом языке Ну и два комплекса Между ними, значит Как это? Морфизм, да? Морфизм или как они называют Это последовательность из бесконечного количества Вот таких вот Отображений сверху вниз И требование стоит в том, чтобы Любой элемент, если ты вначале сюда пойдешь По вот этой стрелке Посмотришь, куда он перешел Стрелки от отображения Потом отсюда посмотришь сюда То это должно быть то же самое Что его же отправить в начале сюда А потом отправить вниз Вот Ну и вот если у нас Бесконечная вот эта вот Последовательность отображений Существует с этим свойством Что всегда По этим двум стрелкам то же самое Что по этим двум То мы говорим о Морфизме комплексов И там довольно просто понять Что гомологии тоже Переводятся друг в друга Ну и Потом Начинается всякая кухня Тяжелая Эти комплексы там могут Домножаться Тензорно На какую-то абелевую группу И тут я говорю Стоп Мы что-то как-то вот Тензорно На абелевую группу Там не многовато ли Ну и там в результате Короче получается Гомологии с коэффициентами Вот в этой абелевой группе А до этого они были С коэффициентами в обычных Целых числах То могут быть там еще Отображения из этих Всех в какую-то Одну и ту же группу Ну это как раз Немножко проще Вот сложно Сложно мне было то Что Вдруг с бухты барахта На нас падает Тензорное произведение Абелевых групп А что такое Тензорное произведение Ну те кто изучали Там термех Те помнят Тензоры Да Тензор Давление Например является Тензором Да по-моему Ну в общем всякие Там есть тензор Кручение в дифференциальной Геометрии Там где связности Ну в общем Тензоры обычно Связаны с чем-то С чем-то линейным С линейными пространствами Ну как правило На нормальными полями Типа там Вещественных чисел Например Вот Или с комплексами Там наверное уже Чуть сложнее Все Ну в общем Суть в том что Тензорные произведения Есть у линейных пространств Это да Это изучается Тензоры Как полилинейные Отображения Ну в общем Тензорное произведение Абстрактных Абелевых групп Это что-то К чему нужно привыкать Вот это как бы Тут уже на тебе И комплексы эти Попадали С их гомологиями И плюс еще Требуется еще тут же Значит как-то свободно Доказывать всякие лемы Если я после этого Все это еще помножил На какую-то Абелевую группу Ж В общем я сегодня Хочу поговорить Про то что на самом деле Такое тензорное произведение Абелевых групп Вот На самом деле Здесь должно стоять Вот такое вот обозначение Там в общей теории Модулей Есть тензорное произведение Двух модулей Над каким-нибудь кольцом Но Это опять Это как бы сразу Попытка Человека затащить За волосы На какой-то Н-ный этаж Может каких-то гениев И можно Но нормальному человеку Нужно на этажи Лестницы Идти последовательно И самое-самое Простое Что здесь есть Это просто Тензорное произведение Двух Абелевых групп Над целыми числами Значит Что это такое Давайте я это Попробую объяснить Своими словами Если я буду лажать Пожалуйста Укажите мне Что я лажаю Потому что я знаю Что меня смотрят Там Такие люди Как Женя Смирнов Иногда Какие-то еще Более серьезные Ну в смысле Столь же серьезные Математики Если Жень Прости Сейчас обматерит меня Короче Меня смотрят Разные серьезные Математики Штук 10 Наверное смотрят И если сейчас Будет лажа Пожалуйста Напишите мне Я совершенно не стесняюсь Я не боюсь лажать Это область В которой я плаваю Поэтому я буду Излагать своим языком На своем понимании И нужно Чтобы в комментариях Было прям Можно даже письмо Мне писать Там на имейл На мой Хибин Типа Саватан Ты там Вот там Облажался Это нормально Это хорошо И в комментарии Тоже Значит Что это такое Это тоже Некоторая Абелева группа Начнем с этого Что такое Тензерное произведение Абелевых групп Это тоже Некоторая Абелева группа Теперь Как она Определяется Что она Собой Значит Вот что Я Рассматриваю Все Отображения Прямого Произведения Этих Двух Абелевых групп В третью Абелевую группу Все Отображения Которые Обладают Свойством Биаддитивности Что значит Биаддитивность Ну это значит Что должно быть Что F от A Плюс B C Вот от Такой пары Ну тут C и тут C Пусть A плюс A с волной Запятая B Да Всегда была Равна F от A B Плюс F от A с волной B И такое же Условие Должно быть Наложено На Второй Элемент То есть Если его Разбить В сумму А первый Сохранить Как есть То возникает Тоже Сумма Значений Биаддитивные Я рассматриваю Такие Биаддитивные Так вот Я хочу Я хочу Придумать Такую Абелеву Группу Что Для любого Биаддитивного Отображения Вот любого Которое бы Оно У нас Такое Биаддитивное Отображение Я рассмотрел Куда-нибудь Куда угодно Существовало бы Обычное Обычный Гомоморфизм Вот это Обычный Гомоморфизм То есть Я хочу Закодировать Отображение Двух переменных Через отображение От одного Как бы Переменного Это должен быть Обычный Гомоморфизм Абелеву Групп Просто Всегда Вот И должно быть Такое Как бы Взаимназначенное Соответствие Каждому Такому Такой Соответствует И по каждому Такому Восстанавливается Этот Может быть Только в одну Сторону Кстати Вот это Я точно Не знаю Может быть Для каждого Бельней Но должен Существовать И обратно Я не уверен Что можно Для любого Гомоморфизма Отсюда Сюда Восстанавливать Этот Вот это Вот надо Уточнить Ну и Будет Такой Как бы Один Для всех Них Один Фиксированный Канонический Канонический Би Би Гомоморфизм Да Вот то есть Биаддитивный Гомоморфизм Отсюда Вот сюда Вот То есть Строится Новая Абелева группа Она и называется Тензорным Произведением Над Z Двух Исходных Чтобы Существовал Вот такой Один Вот такой Он Он Это Превращает В Это Просто А дальше Все Биоддитивные Все превращают В обычные Аддитивные То есть В обычные Гомоморфизмы Но понимаете Вот я Могу Это прочесть Любой книге Я могу Прочесть В книге Атья Макдональд И я Ничего Все равно Не понимаю Ну ни хрена Да Ну и что Мне вот Даны Какие Две группы Абелевы Ну как Я буду Искать Первая Задача Ватья Макдональд В соответствующей Главе Звучит Так Доказать Что Z По MZ Tensor Z По NZ Равно Просто Нулю При Взаимной Простоте Чисел M и N Вот такая Вот Лема То есть Из того Что я Сказал Следует Обязательно Что Вот У таких Если брать Тезерное Произведение По этому Правилу Будет Соответственно У нас Обязательно Просто Ноль То есть Что это Означает Давайте подумаем Что означает Это утверждение На нашем языке Это значит Что Если здесь Ноль Извините То здесь Только нулевое Может быть Отображение То есть Это означает Уже довольно Сильное утверждение Что не существует Ни одного Биаддитивного Отображения Ненулевого Из вот этого Множства В какую-либо Абелевую группу То есть Из этой Абелевой группы Биаддитивных Отображений нет Есть только нулевое Но Кстати В таком виде Уже это можно И доказать Правда Фактически На самом деле Речь идет Именно об этом Утверждении Доказать Что Биаддитивные Отображения Отсюда сюда Все нулевые Это то же самое Что установить Что эта вот Группа равна нулю Да Потому что Ну из ненулевого Мы хоть какое-то Ненулевое Куда-то Возродили Хотя бы в себя Вот это вот Существовало бы Ну как это доказать Ну давайте посмотрим Прежде всего Понятно Что Биаддитивное Отображение От Значит Ну вот Здесь есть Образующая Единичка Да И здесь есть Образующая Единичка Вот я утверждаю Что значение Полностью Определяет Биаддитивное Отображение Отсюда В любой В любую Абелевую Группу С Значение На вот этом То есть На самом деле Вот эту вот Как бы Знать Знать Куда переходит Вот этот элемент 1 1 Мне достаточно Почему Ну потому что Смотрите Так Достаточно Пишу я Достаточно А почему Ну потому что F от Скажем K 1 Это F от 1 плюс 1 плюс Так далее Да K раз И я выношу Приспокойно Это вот по этой формуле То есть это равно K Раз взятое F от 1 1 Ну и Дальше Я также По аналогии Пишу Что F от K L Будет Равно K Умножить На L Вот столько Раз Взятое F от 1 1 Поэтому Фактически Мне надо Просто доказать Что F от 1 1 Равно Нулю И все То есть Любое Биаддитивное Отображение Отсюда Сюда Нулевое Будет Следовать Из того Что Просто Вот этот Элемент Переходит В 0 Давайте Посмотрим Во что Он Переходит Во что Он Переходит Пусть Это Значение Равно D Да Тогда M Раз По D Равно F От 1 Плюс Так Далее Плюс 1 И 1 Из-за Аддитивности Но Это M Раз 1 В этой Группе Это 0 Это остатки По модулю M Поэтому Если я сложил Это самое То это Понятно 0 Ну а это Уж сами Докарте Что У любого Так же Как у Любого Обычного Гомоморфизма F от 0 Равно 0 Так же Здесь При фиксированном Другом Это же Гомоморфизм Просто Поэтому F от 0 1 Конечно Равен 0 Вот Ну или там 0 равно 0 Плюс 0 Разложите И сразу Все сократится Но С другой стороны ND Тоже Равно 0 По той же Причине Только Нужно Брать Вот Эти Сумы Вот Поэтому Это F Вот 1 Запятая 0 То есть Тоже 0 Но Если В абелевой Группе MD Равно 0 И ND Равно 0 А Еще И у нас Нод Равен 1 То Тогда D Равно 0 Потому Что У нас Есть MX плюс NY Равно 1 Правильно Такие Для Нод Равеного Числа И тогда Мы имеем Что D Равно MX Плюс NY Взятое Число D То есть X Раз Взятое MD Плюс Y Раз Взятое MD То есть 0 Плюс 0 То есть 0 Все Терема Доказана Терема Доказана Это означает Что Любое Белинейное Отображение Из вот Этого Множества В любую Другую Абелевую Группу Оно Равно Из Прямого Произведения Вот этих Равно 0 А значит Тензорное Произведение Равно 0 Вот Первая Задача Из-за Магдональда Решена Ну и Теперь Я могу Уже Сказать В принципе Чему Равно Тензорное Произведение Любых Двух Конечно Порожденных Абелевых Групп Про Конечно Порожденные Абелевые Группы Мы знаем Все Даже В курсе Алгебры Курша Курс Высшей Алгебры Который Мы называли Курш Высшей Алгебры На Мехмате Есть теорема Последняя Теорема В курсе Буквально Последние Несколько Страниц В этой Книге Она Вводит Полное Описание Всех Конечно Порожденных Абелевых Групп А именно На самом Деле Да Что такое Конечно Порожденные Но это Значит Что есть Несколько Элементов Из Абелевых Групп И Конечный Список Такой Что своими Сумами Они Всю Абелевую Группу Покрывают Ну Сумами С кратными Но кратные Не важны Потому что Абелевая Группа Кратная Да Кратная Целочисленная Кратная Это просто Сумма Н Экземпляров Абелевая Группа Она как бы Автоматом Зет Модуль Если говорить Таким языком Который Многим Может быть Не знаком А кому-то И знаком И соответственно Тензорное Произведение Абелевого Групп Это на самом деле Тензорное Произведение Зет Модулей Над кольцом Целых чисел Над которым Они И Определяются Так вот Произвольная Конечно Порожденная Абелевая Группа Да Кстати Для Гомологии Когомологии Этого будет Мало Потому что Там Сингулярные Гомологии Там На самом деле Эти группы Они вовсе Не Неконечно Порожденные Они бесконечно Мерно Порожденные Ну В смысле Там Континуально Порожденные Но Гомологии И когомологии Как правило Человеческие То есть Конечно Порожденные Поэтому Если мы Этот язык Будем использовать Потом Когда нужно Будет Группы Гомологии И когомологии Тензорно Перемножать То Это будет То что я сейчас Скажу Будет верно Для них Всегда Итак Что такое Произвольная Абелевая Группа Конечно Порожденная Это Зет В некоторой Степени То есть Зет Плюс Зет Ну Такая Решетка Решетка Ну Там Типа В эльмерном Пространстве Вот Олег Герман Такие Любит В эльмерном Пространстве Целочисленная Обычная Решетка Такая Ну Представляет Себе Как Кубы Кубизм Кубизм Только Многомерный Многомерный Кубизм Но Это Не все Еще Дозволяются Еще Некоторое Количество Таких Вот Групп Ну Там Видо ПФ Катой Зет Ну Вот Тут Много Много Вот Ну Или Мало Не знаю В общем Какое-то Количество Таких Вот Групп Вот То есть Во-первых Все это Сразу Прямую сумму Распадается При разных Простых Там Есть Можно Собрать Элементы Порядки Которых Там Короче Я Знаете Я тонкостей Я не помню Тонкостей Того Как это Делается Помню Просто само Утверждение Что Любая Абелевая Группа Представляется В виде Вот Такого Вот Конечного Любая Конечно Прожденная Абелевая Группа Это Свободная Часть Вот Такая Вот Зет Вельтой Плюс Некоторое Количество Вот этих Групп Кручения Просто Обычных Остатков На самом деле Больше Ничего Обычных Значит Остатков Ну Там Как бы Можно Сделать Что У них Будут Разные Эти П Некоторое Количество Одних По некоторое Количество Других То есть Что Если Здесь Фактор Берется По Какому-то Числу Которое Не Является Степенью Простого Числа То Можно Дальше На самом деле Представить В виде Прямой Сумы С факторами Уже По Простым И Вот Я Хочу Узнать Чему Равно А Тензор Б Если Я Беру Две Вот Такие Абелевые Группы Произвольные Значит Тут Тоже Какое-то Количество Этих Ну С Раз Да Ну И Дальше Тоже Идет Вот Эта Вся Эта Шелупонь Как Говорится Да Р Т Т И З Так Вот Я Никогда Не доказывал Но Кажется Очевидным Что Этот Значок Должен Действовать Ровно Как Знак Умножения Относительно Сложения То есть Если Обычные Числа А плюс Б Множить на С Равно Аб Плюс Ас И Можно Формулы Раскрывать Скобки Полностью То Здесь Тоже Должно Быть То же Самое Верное Я бы Очень удивился Если бы Это было Не так Товарищи Математики Обязательно Скажите мне Не ошибаюсь ли я Значит Это соответственно Будет полная сумма Как бы Двойная Сумма По всем Вот этим Слагаемым Всем этим Слагаемым Ну Как бы Я выхватываю Один из этих Отсюда Вот Один из этих Этот Или Этот И Тензор Надомножаю На один Из этих Вот Которые Здесь Живут Такой Или Такой Вот И все Это полное Описание Осталось только Сказать Что же Будет Вот Здесь Да То есть Как Выглядит Z На Z Как Выглядит Z На Какой Нибудь Вот Такой И Как Или Z На Какой Нибудь Извините Как Значит Ну В обратную сторону Оно Оно Симметричное Такое Канонически Изоморфное Если я Поменяю И Наконец Если я Взял Вот Такой И Домножил На Вот Такой Вот Ну И Здесь Можно Ограничиться Случаем Когда Это Простые Но Я Напишу Общую Формулу Вот Значит Так Это Z Это Очень Легкая Проверка Здесь Одно Образующее Было Одно И осталось На самом деле Z Вообще Ничего Не Меняет Z Само Кольцо Оно Служит Единицей Относительно Тензорного Произведения Да Вот Как бы У нас Есть Получается Такое Над Кольцо Такое Страшное Над Кольцо Состоящее Из Это Взятие Прямой Суммы Необратимое Взятие Тензорного Произведения Тоже Но По крайней мере Такой Двойной Моноид С двумя Операциями Ну То есть Домножение На Z Оно Ничего Не Меняет Вот Здесь И Здесь Ничего И Поэтому Возникает Только Этот вопрос Этот вопрос Мы до этого Решали Для Случая Когда M и K Были Взаимно Просты Предлагаю Доказать Всем Следующую Формулу Тензорное Произведение Вот этих Двух Абелева Групп Равно Z По Нод M На Z Или Что То же Самое Это Z Фактор По M Z По Минковскому С Н Z Или Сколько Там K Извините Ну Давайте N Будет N Z Вот То есть На самом Деле Вот Это мы Из основной Теории Арифметики Знали Вот И Соответственно Возникает Такой вопрос Который Я хочу Оставить На этом На самом деле Ролик Заканчивается Мы познакомились С Абелевыми Группами Их Тензорными Произведениями Над Z Любую Конечно Порожденную Абелевую Группу С любой Другой Можем Тензорно Зафигачить Для этого Просто нужно Знать Вот эти Три Главных Тождества Ну И Я предлагаю Математикам Прокомментировать Верно ли Что для любых Вообще Колец Их Идеалов Будет верно Что А по И Тензор Над А А по Ж Равно А По И Плюс Ж По Значит Суме Минковского Ну Как бы По Идеалу Порожденному Идеалами И и Ж Вот Вот Верно это Или неверно Вот Мне это Самому Интересно Возможно Это верно Всегда Может быть Здесь Какие-нибудь Пакостные Странности Возникают Если Вот это Свободно Порожденное Кольцо З Заменяется На какое-нибудь Кривое Кольцо А Вот так Вот такой ролик Называется Изучайте математику Вместе с Саватаном Вот Ну и дальше Вот к гомологии Можете уже Постепенно Переходить Это действительно Реально Следующий этаж То есть Я вот Я мозг Ломаю Уже второй год Слабая То есть Я если Гомологию изучу Я боюсь Что это будет Последнее Что я смогу В жизни Изучить А мне еще Теремфирма Разбирать Маткуль Привет